Один из важных источников поступления средств – местные бюджеты – декларирование доходов граждан за прошлый год. Компания декларирования началась 1 января 2015 года и заканчивается 1 мая. Наследство подлежит декларированию, подарки. Третий момент, который очень часто встречается – это реализация как движимого имущества, так и недвижимого имущества. Сдача в аренду. Это очень часто, к сожалению, пропускается гражданами. То есть, если физлицу сдают, физлицу в аренду помещения, квартиру, дом декларировать надо. Также надо декларировать, если там автомобильный транспорт передается в аренду. Обязательно подлежит декларированию инвестиционные доходы. Кроме этого, задекларировать свои доходы обязаны граждане, получившие доходы от двух и более работодателей, а также получившие доходы из-за границы. У нас уже 12 тысяч задекларировалось. И на сегодня у нас задекларировалось, я могу сразу сказать, 742 миллиона. Задекларировать доходы также могут налогоплательщики, претендующие на налоговую скидку. При этом они имеют право подать налоговую декларацию до 1 января 2016 года. Сегодня я пришла заполнить налоговую декларацию, так как я контрактница в университете, на контрактной основе учусь. Я имею право вернуть часть уплаченных мною денег. Вот, в принципе, я это делаю уже пятый год подряд. Это очень удобно и действительно помогает. Помогает.